С 1 июня начали свою работу летние дворовые и спортивные площадки, лагеря при школах, а также открылась военно-патриотическая смена «Допризывник». Подробнее о том, какие интересные и увлекательные занятия ждут там ребят, расскажут наши корреспонденты. Несмотря на то, что летние каникулы уже начались, школьные дворы и коридоры не пустуют. Только теперь вместо уроков – игры и конкурсы, а вместо школьных парт – спортивные площадки. В образовательных учреждениях начали свою работу лагеря дневного пребывания. Педагоги лагеря «Юные суворовцы» при школе номер 3 подготовили для детей разнообразные интересные развлечения. Каждый день ребят будет ждать что-то новое. Вместо привычного звонка на урок – утренняя зарядка, после чего – увлекательные игры на свежем воздухе. Ребята будут оздоравливаться в нашем лагере, принимать витамины, принимать раздоровительные процедуры, посещать бассейн. Также рассчитаны очень много спортивных мероприятий. Также проводятся интересные конкурсы и интересные игры с ребятами. Лагерь дневного пребывания для детей становится не просто местом, где можно интересно провести время, а самым настоящим маленьким летним приключением. Первый день в лагере по уже сложившейся традиции начался со знакомства. Каждый отряд представил себя, свой девиз и песню. «Наш девиз – супер-дружие ребята класс! Дружие ребята класс!» Лагерь «Юные суворовцы» открылся в первый день лета. Смена продлится до 21 июня. Его будут посещать более 200 ребят. Три месяца лета – самое счастливое время для всех детей. А славянские школьники проводят его с пользой и большим удовольствием. «Мне нравится здесь, потому что здесь весело, тут можно гулять, в школе тоже интересно, тут футбол с мальчиками можно погулять, потому что дома иногда бывает скучно, а тут весело. Мне нравится, когда мы тут играем в разные игры, спортивные игры. Мне тут всегда было интересно. Мне больше всего запомнилось в первом году, как я приходила в лагерь и со всеми знакомилась. «Я нашел тут много друзей, мне нравится рисовать, ну там всяких кошек. Я приходил, ну в тот день раньше, и мы вечером делали, там автомобили, поделки разные». На базе школы номер пять в первый летний день открылась и уже ставшая традиционной военно-патриотическая площадка «Допризывник». Одна из целей данной площадки – подготовка ребят к службе в вооруженных силах. Ведь для того, чтобы быть готовым к армейским испытаниям, необходимо уже сейчас позаботиться о своей физической форме. «Площадка у нас военно-патриотическая, поэтому, соответственно, мы будем заниматься в первую очередь вопросами начальной военной подготовки, то есть давать азы военных знаний. Ну и, естественно, главная задача – это занятость ребят в летний период. Самое главное, чтобы они были заняты. Ну и я думаю, что, исходя из опыта прошлых площадок, ребята ходят с удовольствием на нашу площадку. Некоторые даже несколько смен ходят, не только первую, предположим, они на вторую, на третью приходят. И поэтому, я думаю, и в этом году этот год не будет исключением». На протяжении семи дней, а именно столько длится смена, ребят ждут различные занятия и экскурсии. Все это очень важно и, несомненно, пригодится для службы в армии. Уверены они. «Я хочу стать военным. У меня это цель моя. Получается пойти в армию, отслужить и пойти по контракту. Не знаю, где буду служить, конечно, но очень хочется. Допризывник нравится, тут хорошо, даже кормят, помогают, рассказывают, интересно много. Учат автомат хорошо разбирать. Ну, кому надо, те захотят это делать». Летняя военно-патриотическая площадка организована славянским филиалом «Кубань-Патриот-Центр» совместно с управлениями образования и по делам молодежи. В этом году Допризывник встречает ребят уже в юбилейный 15-й раз. Первая смена будет работать с 1 по 8 июня, потом ещё три. Всего за лето военно-патриотическую площадку планируют посетить 80 славянцев. Всего же за годы существования азы армейской службы на базе площадки познали более тысячи будущих защитников Отечества. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».